Российский Кремль плотно взялся за Ливию. Их задача посадить на престол Ливии внука Сталина, это сына Каддафи. Сейфа Аль-Ислам Каддафи. Его хотят посадить какими руками. Армию официально мы не можем вводить, потому что это объявление международной войны, как вы понимаете. Поэтому здесь очень хорошо подходят такие органы, как ЧВК «Вагнер». В Ливии нашли планшет бойца ЧВК «Вагнера» с картой заминированных районов, а также документ с заявкой на технику, которая есть только у российской армии. Об этом сообщает нам BBC. Журналисты BBC из русской и арабских служб выпустили расследование о деятельности частной военной компании ЧВК «Вагнера» в Ливии. Видите, опять все Ливия. Ливия сегодня выходит на первый раздел новостей, но эти новости в России не озвучиваются, потому что Россия предпочитает молчать внутри своей страны на эту тему. А тема очень важная, потому что она касается как раз даже в нашей внутренней политике. Вы можете понимать, куда идут и шли деньги, громадные деньги от того, что... Ну, я даже не говорю от налогов, которые платят по всей стране. Это громадные суммы. Но у нас еще и есть компании, которые якобы государственные, скажем, те, которые связаны с нефтью, с газом, они якобы государственные. Но куда идут доходы? Только не на народ, да? Мы вот можем посмотреть, что на космос идут, строятся космические отряды, космические войска создаются, космические города. Вам это в новинку, в диковинку, потому что об этом нигде никто не говорит. Поэтому это в новинку и в диковинку. Еще также идут оснащения армии. Оснащение армии как раз на Востоке. Россия пытается восстановить свои права. На Востоке это Сирия, Ливия. Там они пытаются обосноваться. И если все остальные страны оттягивают сейчас свои войска назад, домой, вот мы знаем, в частности, это Афганистан. Из Афганистана вывели в США свои войска. Талибов вывозят. Даже в страну, в Соединенные Штаты завезли 70 тысяч, говорят. Талибов, это для чего, друзья? Но не для того, чтобы их спасти, а для того, чтобы тем, кто сегодня у власти, они оказали силовую поддержку во время неблагоприятных акций по отношению к народу, которые все время проходят, но еще надвигаются все больше и больше. То есть мы с сентября будем видеть многие действия разных стран, включая Соединенные Штаты, Россию. И также на Востоке будет происходить Турцию затронут, друзья. То, что действия, которые будут совершенно неблагоприятны для народов этих стран. Что это будут за действия? Об этом я делала предсказания, друзья. Посмотрите, я думаю, там вы поймете что-то. Сейчас я вам хочу рассказать о том, что BBC выпустила расследование о найденном планшете на базе Android, который нашли в зоне боевых действий на западе Ливии. В феврале планшет Samsung. Издание BBC передали местные источники внутри уже и страны. Тот планшет, который нашли на русском языке. Авторы расследования предположили, что планшет принадлежал одному из российских наемников. Причем, как вы понимаете, не мелкого звена наемников. Если там о закупках, если там карта заминированной зоны. Но это, конечно же, это планшет, который должен был принадлежать какому-то военачальнику. По меньшей мере, мне так кажется. Я, конечно, могу ошибаться. И все время российская сторона отрицает свое присутствие в данном регионе. Однако же, основываясь даже на этом пусть не самом большом факте о найденном планшете, это нам говорит о том, что российские наемники воюют в Ливии на стороне, конечно, фельдмаршала Халифы Хафтара против правительства национального согласия, признанного Организацией Объединенных Наций. Журналисты переправили устройство в Лондон, где поместили в специальный чехол, который блокирует сигнал и не позволяет отследить местоположение планшета или дистанционно стереть данные. Это тоже возможно, друзья, чтобы вы понимали. Любую вещь можно отследить, когда нужно, когда необходимо. Когда это просто обычный гражданин, то на него будут плевать с верхней полочки. Это никому не нужно, тратить на него ресурс. А здесь это необходимость, потому что здесь касается сразу интересов нескольких стран, причем интересы, завязанные на финансы и направления на власть, что самое основное. Поэтому этот планшет защитили еще и с той стороны, чтобы стереть данные, нельзя было с планшета. Журналисты также получили доступ к данным на этом планшете, каким образом не уточняется. Это понятно, что это был взлом, хакеры. Ну как еще можно получить данные с этого планшета, если только сам владелец планшета не сообщил пароли? Что тоже возможно. Никогда нельзя исключать даже самые невероятные вещи. На устройстве, на этом, на планшете нашли десяток файлов, в том числе инструкции и схемы, мин и артиллерийские снаряды. И все это на русском языке. Сведения об установке противопехотных мин и изготовлении самодельных взрывных устройств. Фотографии и съемки с разведывательных беспилотников. Кроме того, на планшете обнаружили несколько книг. Мемуары Адольфа Гитлера. Моя борьба. Ну, россияне любят эту книгу. Майнкафт, друзья, это все любят россияне. Они скрывают это. Но КПСС. КП. КП. КПСС. СС. Вам пел известный певец, который за это был убит. За то, что открыл вам глаза этим КПСС. СС, да? И поэтому там скачана была книга, которую изучал, видимо, этот военачальник. Мемуары Адольфа Гитлера. Майнкафт. Вот. И также романы серии «Игра престолов» и «Руководство по виноделию». Но у нас кто виноделы, друзья? Ну, глава нашей страны Путин тоже винодел. Конечно, это не его планшет, как вы понимаете. Мы можем пошутить только на эту тему. Но он тоже винодел. У нас много виноделов в стране и в соседних наших республиках бывших, знаете, так считается это фишкой такой высшего полета, когда становится богатый человек вдруг виноделом. Ну, поэтому «Игра престолов» и «Руководство по виноделию» тоже были в этом планшете. Вот как развлекаются наши военачальники. Ну, это очень богатые люди, друзья. Это реально много-много миллионные миллионеры. Но также, среди прочего, на устройстве оказались военные карты, зон боевых действий с пометками на русском языке. Часть пометок – это красные точки с, предположительно, позывными бойцов ЧВК. То есть это такой засвет, такой засвет. Это задница на унитазе получается, да? То есть все показали в этом планшете. Если уже даже позывные ЧВКшников – это too much, друзья. Среди прочих, журналисты стали называть, я думаю, там много позывных, но вот они назвали один «Метла», который может принадлежать 36-летнему российскому гражданину Федору Метелкину, родом с Северного Кавказа. «Метла» – нормальный позывной, я считаю. Ну, вполне возможно, что это ему принадлежит. Ну, как вы видите, они знают больше. То есть я не знаю, было ли это в самом планшете, такие данные. На одной из карт позывной «Метла» есть среди черных точек, которыми обозначены заминированные позиции. Всего на карте насчитали 35 черных точек. Большинство из них расположены в жилых районах Айзары к югу от Триполи. BBC передала полученные данные о заминированных районах некоммерческой организации, которая разминирует территорию Ливии. Также на одной из карт отмечена деревня Эспя, расположенная в 45 километрах к югу от Триполи. В сентябре 2019 года в этой деревне похитили семью из пяти человек. Троих из них убили. Один из выживших разглядел лица похитителей. И когда журналисты BBC показали ему фотографии нескольких бойцов Вагнера в Ливии, опознали в одном из них Владимира Анданова, известного по позывному «Ваха». Издание указывает, что спустя несколько часов после похищения в деревне солдаты правительственных войск разместили в интернете фотографию о Анданова. Друзья Владимира Анданова, с которыми поговорили журналисты, отрицают, что он ездил в Ливию с ЧВК «Вагнер». Пытались ли авторы расследования поговорить с Федором Метелкиным или его знакомыми, здесь не уточняется, друзья. Авторы расследования также получили документ ЧВК «Вагнера» с заказом на поставку военной техники, стоящей на вооружении только у российской армии. Кроме планшета, источник BBC в ливийской разведке, изучающий операции «Вагнера» в стране, передал журналистам десятистраничный документ, заявку на вооружение и технику, подписанную 19 января 2020 года. Автор заявки просит поставить 6 бронемашин, 4 танка, 12 грузовиков, 44 внедорожных бронированных автомобиля, 270 автоматов Калашникова, оптические приборы, высокотехнологичные радары, шлемы, комплекты личной защиты и медикаменты. Эксперт по безопасности Крис Боб Смит, опрошенный изданием, сказал, что сомневается, что какая-либо другая частная военная компания пользуется хотя бы приблизительно такой же поддержкой, что и ЧВК «Вагнер». Отметили также, что многие из перечисленных позиций – это современная техника, которая стоит на вооружении только российской армии. «Это предполагает не только доступ к значительному бюджету, но и полномочия запрашивать новейшие стратегически важные, если не секретные технологии», – сказал эксперт. В верхней части документа утверждаю, а вместо подписи стоят инициалы ДУ и цифра 9. Такие же инициалы встречаются, друзья, в других ливийских документах. Би-Би-Си предполагает, что это инициалы бывшего командира отряда спецназа ГРУ России Дмитрия Уткина, основателя ЧВК, известного по позывному «Вагнер», его же называют «девятым». Ах, Дима, Дима, ну, видишь, непорядок, кто-то ведь сдал. Ты что думаешь, я вот так вот поверю в то, что нашли этот планшет, но ведь сдал кто-то, выкрал и продал. Ну, что же это у тебя за бойцы такие? Дима, Уткин, я понимаю, что ты крутой парень, и очень бы хотелось познакомиться с таким крутым парнем, хоть понять, что вообще это такое сегодня творится под твоим крылом на Востоке, да и во всем мире. Однако же, друзья, что мы можем сказать? Дмитрия Уткина мы никогда не увидим, он всегда самая секретная фигура нашего спецназа, и ГРУ его охраняет как зеницу, око охраняет больше, чем руководителя ГРУ в России. Я так полагаю, может быть, я ошибаюсь, но я именно это предполагаю, что Дмитрия Уткина охраняют гораздо сильнее, чем всех остальных людей в нашей стране, включая и самого Путина. Я не имею в виду оригинала, друзья, я имею в виду тех костюмчиков, которые выходят на поверхность, и вы всегда удивляетесь и пытаетесь разгадать, а Худмурт это? Или это старичок? Или это еще какая-то другая планированная фигура? Можно только смеяться, шутить, конечно, наша политика, это смешное дело, друзья. Интересно, конечно, что какие задачи ставит перед собой Дмитрий Уткин, вот как раз на Востоке и в Африке он тоже, в других местах, я полагаю, тоже он. Я думаю, что он главнокомандующий войск как раз частных военных компаний, а это может быть огромная составляющая, друзья. Не те тысячи, которые нам рассказывают, тысячи бойцов. Я думаю, это действительно реально большая армия, которой руководит Дмитрий Уткин. Народу об этом знать совершенно не обязательно. А народ дурак пахал с утра и до зорницы вырос хлеб и улетел прямо за границу. Вот так живет лапотная Русь. А то, что касается Дмитрия Уткина, то да, друзья, ну почему бы Майнкав ему не прочитать, друзья? Почему бы ему не увлекаться, тем более Вагнер. Вы знаете, кто такой Вагнер? Композитор Вагнер – это знамя СС. Поэтому, ну что я могу сказать, позывной сам за себя говорит, друзья, говорит об увлеченности, о приверженности, о поклонении и о подчинении. Я не исключаю того, что те самые слуги, которые, хотела сказать, слуги дьявола, которые управляли миром, те, которые ввязали страны во Вторую мировую войну, что они живы до сих пор. А что мешает им не быть живыми, скажите, технологии? Да, недавно уже существуют те технологии, которые направлены на увеличение прожиточного возраста, живого возраста человека, когда он может жить. Я не говорю уже о пересадке мозга от одного к другому и омоложении организма. Я говорю совершенно о других технологиях. Они… ну об этом мы как-то с вами в другой раз поговорим. Это интересные технологии омоложения, которые вовсю применяются, но зачем они лапотному народу? Так считают руководители. Вам даже знать об этом не нужно. Не дай бог, какой-то невзрачный олигарх захочет того же. Посмеемся, друзья. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан.